Добрый день, дорогие друзья! Мой традиционный вопрос, как меня хорошо видно и слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Спасибо, достаточно. Ну что ж, я хотел бы сначала сказать пару слов, потом пригласить нашу хозяйку нашего вебинарного дома, Татьяну Телегина, чтобы она сказала вводные слова. Но сначала от себя. Как вы видите, мы сегодня находимся в другой системе, в системе Webinar.ru. И сегодня мы тестируем эту систему для дальнейшего постоянного применения. Возможно, в ближайшее время мы на эту систему перейдем. И сегодня, собственно, такой вот первый день. Так случилось, что тест этой системы пришелся на меня. Ну, собственно, кому, как не мне, как было сказано в одном известном кинофильме, да, кому, как не мне, руководителю Директ-Академии, лично амбразуру и попробовать сделать вот этот первый шаг к новой системе. Вот. Собственно, сам вебинар, я думаю, начну минут через пять. А сейчас я хотел бы пригласить Татьяну с тем, чтобы она сделала свой... Для Татьяны это тоже первый опыт участия в этом вебинаре. В качестве организатора, в качестве ведущих мы, ну, уже в этой системе выступали несколько раз. А вот в качестве организатора впервые. Так вот, я приглашаю Татьяну, пусть она нам прочтет свою вводную часть, и после этого я вернусь в эфир и расскажу, приступлю, собственно, к освещению темы вебинара. Татьяна, прошу на связь. Татьяна, прошу на связь. Не надо, но ставить в чат их не надо. Большое спасибо коллеге. По традиции, наш новостной блог и короткий анонс предстоящих мероприятий. Повторю еще раз в чат полезные ссылки Которые были у нас в самом начале нашего чата Но сейчас, естественно, убежали далеко вверх Первая ссылка ведет на расписание наших вебинаров На сайте Директ Академии Можно выбирать темы, которые вам интересны Записываться заранее И принимать участие в тех мероприятиях Которые вам полезны и интересны Записи этого вебинара будем вести Через несколько дней на нашем канале на YouTube она появится Надеюсь, с записи у нас сегодня все будет хорошо И сложится, и запись будет Ищите ее на нашем видеоканале Третья ссылка на видеоканал ведет вторая ссылка Третья ссылка ведет на страницу с объяснением условий При приобретения сертификата после посещения вебинара И вот здесь я хочу сказать еще один важный момент Коллеги, сегодня может быть и несколько последующих дней Если будем работать на этой платформе У нас возможны вот такие небольшие изменения Связанные с выдачей сертификатов Сертификаты участникам, которые регистрировались заранее Через Мирополис и пришли сюда, скажем так Уже зарегистрированными в другой системе Выдадим в конце встречи Те, кто пришел на вебинар по регистрации На этой платформе Вебинар.ру Сертификаты будут готовы чуть-чуть попозже Пожалуйста, наберитесь терпения Потому что у нас сейчас получается несколько баз Которые нужно свести воедино И за один вебинар, за пять минут это сделать практически невозможно Поэтому здесь небольшие технические вот такие моменты Коллеги, слышно ли сейчас? Потому что я вижу, что несколько участников у нас написали Что ничего не слышно Напишите, пожалуйста, в чат Слышно, хорошо, отлично, спасибо Значит, не системный сбой А уже хорошо Поэтому вот это вот Все-все-все, спасибо Спасибо, коллеги, я поняла Поэтому вот этот момент с сертификатами Пожалуйста, прошу отнестись с пониманием И иметь в виду, что Ну, вот так немножко у нас Сейчас пока будет Но сертификаты выдадим всем И наш анонс обучающих курсов И предстоящих мероприятий По курсам В ближайшее время у нас запускается Два интереснейших и полезнейших курса 26 января Стартует курс От руководителей и ведущих специалистов Учебно-методического центра компании Антиплагиат Современные технологии проверки Научных и учебных текстов на заимствование В системе Антиплагиат Вещь очень востребованная Тема очень Серьезная И необходимая Начинается курс 26 января И до 22 января То есть до конца этой недели Действует льготная цена По промокоду Промокод я вам В чат дала И также ссылка На страницу курса Где можно познакомиться с авторами Программой Узнать различные условия Участия в курсе И второй курс Который Который У нас предстоит 2 февраля Активное восприятие Память Работа с информацией Современные методики Автора ведущего курса Елена Викторовна Шугалей Вот только вчера Она проводила свой вебинар Запись уже есть И надеюсь Скоро мы ее выложим На нашем канале И дадим на нее ссылку Это тоже онлайн курс Курс повышения квалификации Стартует он 2 февраля И до 29 января Также действует льготная цена По промокоду Промокод я вам тоже в чат даю И познакомиться с программой Автором записаться на курс Можно также по ссылке Которую я вам в чат привела И наши три ближайших Вебинарных дня Что нас ожидает с вебинарами Завтра у нас встреча С ответственным редактором Издательства Директ Медиа Анной Ивановой Как всегда Традиционный обзор новинок Издательства Директ Медиа За январь 2021 года 22-го в пятницу Мы встречаемся с Юлией Дьяковой Она проведет вебинар На тему финансово-грамотный педагог Как определить уровень компетенции И начинаем понедельник С вебинара Марины Орешко Библиотекарь-журналист Сервисы для создания Электронных публикаций Обратите внимание Что в понедельник Вебинар начнется не в 12 А в 18 часов По московскому времени Ссылки и на запись На эти вебинары Я вам тоже в чат размещаю Ну вот, коллеги, на этом Мое вступительное слово Заканчивается Еще раз напоминаю Что все сертификаты Участникам, которые регистрировались Через Мерополис Мы выдадим в конце встречи А те, кто к нам пришел По регистрации на платформе Вебинар.ру Чуть-чуть попозже Пожалуйста Прошу понимания Наберитесь терпения Сертификатами никого не обидим Ну а теперь, коллеги, я хочу Передать слово Нашему сегодняшнему спикеру Павлу Ильяревичу Калиникову Да, потеряла дар речи Да Татьяна, спасибо Остаюсь с вами в чате Так, я вижу тут вот Минутку Так, меня Еще раз Меня видно? Видно меня? Слышно? Раз, два, три Раз, два, три Ага, спасибо Друзья, я вот увидел Тут были уже Обращения ко мне В частности от Валентины Петровой Пожалуйста Найдите меня, пожалуйста Сейчас я не могу Отвечать на ваш вопрос Найдите меня, пожалуйста В Фейсбуке Или по электронной почте Она будет в конце Приведена И давайте мы С вами этим займемся Ну что ж Мы приступаем К нашему сегодняшнему вебинару Вебинар называется Современные тренды развития Учебного контента И онлайн обучения Примеры, технологии и инструменты Сегодня мы поговорим С вами о Вы знаете, разговор будет Такой разнонаправленный Потому что Было бы как-то интересно Подвести итог Прошлому году Который для нас был Очень необычным Возможно для кого-то Трагичным Или Ну тем не менее Он был Очень динамичным То есть он Привел к тому Что нам волей-неволей Пришлось Каким-то образом Входить в Курс онлайн обучения Даже тем Кто этого Раньше и не хотел Как всегда Давайте, собственно Я уже перейду к вопросам Которые сегодня будут Озвучены Вот в самом начале Мы как раз поговорим Чуть-чуть о пандемии Как двигатели прогресса Потом поговорим О том Как нам работать Если мы хотим Работать Сами Как Отдельные акторы В Онлайн обучение Поговорим о коммуникациях Которые Как показал этот год Прошлый Ну и этот год Он продолжает тенденцию Выходят на первый план Поговорим немножко О контенте Эта строка Быстрее, лучше, дешевле Поговорим об автоматизации И интеграции Как решении проблем Поставленных В предыдущем пункте Поговорим о шаблонах Которые Являются трендами Уже, наверное, на протяжении Ну лет Пяти Если не десяти Но Обострилось это Вот В последний год Немножко поговорим О визуализации Поговорим о том Что контент И взаимодействие Два таких Кита На которых стоит Онлайн обучение Они Смешиваются Друг с другом То есть Граница между ними Все больше расплывается И становится Не совсем понятно Где заканчивается одно Где начинается другое Чуть-чуть поговорим О важности объяснения Почему о важности объяснения Ну объяснение Как педагогическое Педагогический навык Что ли Да Конечно востребовано И в оффлайне тоже Но в онлайне Оно Наверное Гораздо более важно Потому что в оффлайне Всегда есть какие-то Возможности для того Чтобы Если ты не понял Подойти на переменки Или При помощи Физической коммуникации Каким-то образом Сгладить Недостатки объяснения Недостатки Объясняющей силы Что ли Педагога Еще немножко поговорим О контенте В плане его Роста Его объема Размеров Разрешения Скорости И так далее Ну и в конце Чуть-чуть поговорим О О мобильном контенте Конечно о мобильном контенте Можно было бы говорить Гораздо больше Но здесь Вкратце Коснемся этого вопроса Как видим Здесь все очень разнонаправленно И технологии И Инструменты И Просто какие-то идеи Обсуждаются Вместе Но у нас не будет Отдельного вебинара Для технологий Для инструментов И для Прочих идей Поэтому все вместе И так Поговорим Да Я хотел бы отметить Что У вас Наверху Есть кнопочка Такая в виде Файла И Там Есть Два Два файла Которые вы можете скачать В этой системе Тоже можно скачивать файлы Поэтому скачивайте Особенно Скачайте мою презентацию Потому что в ней Как всегда много Будет ссылок И Эти ссылки Могут оказаться вам полезны В дальнейшем Итак Первое Что мы сегодня Обсудим Я надеюсь Что это только У некоторых Нет звука Я сегодня У владельцев системы Поинтересуюсь Что делать В этом случае Какие есть Типичные Приемы Для того Чтобы Со звуком Как-то побороться У некоторых Ну видимо Это во всех Вебинарных системах Есть такие Такие проблемы Ну что ж поделать Вот Кнопочка Наверху Находится Я честно Я не знаю Как это выглядит Если вы смотрите С гаджета То я Я пока не в курсе Как это выглядит Поэтому Объясняю Как это выглядит На большом компьютере В правом верхнем углу Есть кнопочки Чата Вопросов Кстати Вопросы Я прошу вам Задавать Во вкладку Вопросы Если они Заданы Не во вкладку Вопросы Я попрошу Татьяну Переносить Туда вопросы Дальше Идет Кнопочка Участники Здесь вы можете Посмотреть Кто участник И сколько их И следующая Четвертая кнопка Это Кнопка Файлы Когда вы На нее Нажимаете То Появляется Список файлов Которые вы можете Можете скачать Вот так Ну что ж Продолжим Пару слов о пандемии Не сказать вообще Ничего Об этом Ну невозможно Наверное Потому что Ну это факт То есть То что мы Пережили в прошлом году И то что переживаем До сих пор Это Это шок Это шок Для страны Шок для всего мира Но Как всегда Этот шок Порождает Какие-то Новые решения Главный Шок Для педагогов Для педагогов Онлайн Состоялся Весной Когда буквально В апреле За несколько дней Надо было Развернуть Надо было Развернуть Онлайн Обучение Конечно Это В полном смысле Этого слова Это невозможно Но Де факто Люди Начали Пробовать У многих Не получалось Было Масса Негатива Но Зато Те положительные Решения Которые Методом Проб И ошибок Стали Возникать Положили Ну буквально Начало Ну если не Новой эпохи Да Но Положили Начало Новому Тренду Когда Онлайн Это Не Разговоры Между Своими Между теми Кто уже Перешел В онлайн И Дальше Мы разговариваем Со своими А остальные Как бы Вот там На нас Смотрят И думают Чем они Там Занимаются Да Теперь Это Стало Необходимость Всех Педагогов Да и не только Педагогов Потому что На удаленку Перешли Не только Педагоги И Сходные Задачи Стоят Сейчас Практически Перед Семь Ну кроме Тех Наверное Кто занимается Физическим Трудом Да Вот Ну и Надо Отметить Что появилось Много Решений Люди Начали Понимать Какие Инструменты Подходят Какие Не Подходят Самое Главное Стали Появляться Какие-то Новые Методики Люди Стали Понимать Как Использовать Коммуникационные Средства Правильно Выяснилось Что У оффлайна Есть Конечно Некоторые Неприятные Моменты Но есть И Очень Приятные Моменты В частности Ну например Когда люди Занимаются С классом То все лица Перед тобой Ты видишь Все лица И вообще Говоря Смотришь Лицо В лицо Почти с каждым Ну если это Небольшая группа Например Появились Например Такие интересные Вещи Как Представление О том Как ставить Камеру Сверху Или снизу Какой Делать Фон Для того Чтобы Оказать То или Иное Профессиональное Воздействие На Своих Учеников Вот Даже Вот такие Тонкие Вещи Психологические В общем Стало Все Как-то Очень Двигаться Да и С контентом Люди Начали Разбираться Как его Готовить В чем И так Далее Так что В общем-то Ну я Иногда Привожу Эту старую Русскую Пословицу Которая Звучит Кому Война А кому Мать Родна Да А вот Тем Может быть Кто Занимался Онлайном Этот год Стал Переломным В том Смысле Что Теперь Они Не в Меньшинстве А находятся Вместе Со всеми Но Начали Двигаться В этом Направлении Раньше Сразу Скажу Что онлайн Подвинул И следующую Задачу Да Если раньше Мы Все педагоги Ну Чаще всего Находились В составе Какой-то Команды Какого-то Крупного Учреждения Вуза Школы И так далее То этот год Сильнее Подвинул Нас К тому Чтобы Выйти Самим На Экономическую Арену И Предлагать Свои Услуги Уже Самостоятельно Вот Потому что Для онлайна Все равно Вы Не обязаны Ходить в школу У вас Не должно Вам Не обязательно Иметь Класс И так далее Это Та стезяна Которую Часть из нас Та Которая Занимается Репетиторством Уже Давно Перешла Но Вот Сейчас Это стало Уже Трендом И Народ Начинает Думать А как же Это Как же Этим Всем Заниматься Разумеется Кроме Технических Вопросов Которых Мы еще Поговорим Встает Вопрос Экономический Финансовый И Вопрос Отношения С государством Если Раньше Вы не Утруждали Себе Себя И Если Кто-то Вас Приглашал Например В другой Вуз Просто Заключался Договор Ну Разово Заключался Договор С Вузом ГПХ Гражданского Правого Характера И все Некоторые Наиболее Продвинутые Становились ИП И вот Буквально Два Года Назад Появилась Такая Форма Ну А так По большому Счету Год Назад Появилась Форма Которая Называется Самозанятость И Которая Позволяет Преподавателям Очень Хорошо Себя Чувствовать С точки Зрения Налогов Потому что Налоги Там Совершенно Небольшие С точки Зрения Отношений С финансовыми Органами Налоговыми Органами Потому что Вам достаточно Скачать Приложение И Вы Никуда Ногами Ногами Ни ходите Ни с Какими Инспекторами Не Разговариваете Все Делаете Через Приложение Ну И Наконец Это Свобода В том Смысле Что Никто К Вам Не Придет И На Вашу Карточку Служба Безопасности Банка Не скажет Какие-то Подозрительные Деньги К Вам Сюда Пришли Что Это Такое Покажите Пожалуйста Откуда И Кто И Так Далее Вот Все Это Вполне Легальный Способ Заниматься Экономической Дельностью Деятельностью В области Образования И Я Вам Очень Советую Эту Форму Вот Мы В Этом Году В Директ Академии Работали Со Многими Авторами Курсов И Многие Из Них Прямо Перешли На Моих Глазах На Самозанятость И Это В общем-то Для нас Всех Очень Неудобно Ну Вторая Строка Да Тут Такая Провокационная Я Надеюсь Вы Помните Откуда Да Это Из Оруэла Она Так Провокационно Формулируется Свобода Это Рабство Ну Несмотря На То Что Оруэл Эту Фразу Воспроизводил В негативном Контексте Я Хотел Бы Отметить Что Мы Почти Все С Этим Сейчас Сталкиваемся О То Что Люди Перешедшие На Онлайн Работу Педагоги Особенно Сталкиваются С тем Что С этой Свободой Что-то Надо Делать Конечно У всех У нас Особенно Например У москвичей И у Подмосквичей Которые Тратили На дорогу Туда Обратно По Примерно По три Часа В день По два По три Часа День А еще Если Брать Период Вхождения И выхождения Из этого Режима Да То есть Пришел На работу Пока чай попил Пока то Пока все Еще полчаса Прошло Пришел домой Сразу тоже Не можешь Садиться Отдыхать Что-то Надо делать Раздеться Попить чаю Пообедать Вот То есть Три Часа Точные Из жизни Вон Теперь Нам эти Три Часа Вроде бы Как Подарили Да Потому что Мы можем Заниматься Онлайн Но С другой Стороны Если Вы не Можете Контролировать Себя И не Можете Отличать Отдых От работы То Вы будете Заняты 16 часов В сутки Будете Заняты Работой С одной Стороны Эта работа Такая Более Мягкая Потому что Вы чуть-чуть Поработали Чуть-чуть Посмотрели В соцсетях Что-то Чуть-чуть Еще что-то Сделали Потом Снова Поработали А Ощущение По По сумме Это все равно Что вы 16 часов Работаете И через Некоторое Время Это начинает В общем-то Над вами Очень сильно Висеть Поэтому Организация Своего Рабочего Времени Это очень Важно Лично Я перешел На онлайн Работу С 2015 Года И Вполне С этим Столкнулся Еще тогда Сейчас Как-то Уже Более Понятно Что с этим Делать Вот Но Всем остальным Я просто Предлагаю Выделять Какие-то Часы Для отдыха Отходить От экрана Лежать На диване Смотреть Телевизор Не советую Нет Видео Например Какое-то Или Еще что-то Отдыхать Читать Книжку В конце Концов Вот И потом Приходить И интенсивно Интенсивно Трудиться Вот В таком режиме Наверное Будет Лучше Ну у каждого Свой режим Кто-то Кому-то Может понравиться И такая Вяло Вяло Текущая Работа Вот Ну про Налоги И бонусы Я поговорил Да Ну про Бонусы Если вы Становитесь Самозанятым Вам в самом Начале Дают Некоторое Количество Бонусов Освобождений От Налогов Ваши Базовые Налоги Для Самозанятого Это 6% При Работе С Юридическими Лицами И 4% При работе С физическими Лицами А Вам Дается Если не Изменяет Память 10 тысяч Рублей Налогового Вычета Для начала Которые Вычитаются Таким Образом Для Первых Месяцев Вашей Работы У вас 4% С юридическими Лицами И 2% С физическими Ну и Все это Организуется Через Вот это Вот приложение Мой налог Можете Прямо Сейчас Его скачать На свой Телефон Это еще Ничего Не значит В нем Есть кнопка Зарегистрироваться В общем-то Там все Прозрачно Регистрируйтесь Вас одобряют Там буквально В течение Суток Вы в любой Момент можете Отозвать свою Регистрацию Если вам Это не нравится А дальше Очень простая Процедура За вами Никто Не следит Вы должны Сами Декларировать Свои доходы Ну например Можно завести Отдельную карточку Если так Интересно Я например Сделал так Можете даже И не заводить Просто Честно Фиксируйте Все Приходы Которые По вашей Деятельности К вам Приходят Вы должны Зафиксировать Все приходы За предыдущий Месяц До 12 Числа Следующего Месяца И до 25 Числа Следующего Месяца Вы должны Заплатить Налог Который Вам Сформируется В этом В этом приложении Все очень просто Удобно И совсем Не похоже На Ту тягомотину Которая обычно Происходит При При работе С нашим Государством В общем Я уверенный 4 плюс Ставлю Как этому Приложению Так и Этой форме Занятости Можете Попробовать Татьяна Я уже Коснулся Этой темы Если вам Вы можете Пока Перейти В соцсеть Что-нибудь Посмотреть Когда вам Понравится Приходите Я озвучил Все что я буду Говорить Следующий Следующий Пункт Коммуникации Вырываются Вперед Значит Онлайн Обучение Те кто Давно В онлайн Обучении Конечно Знают Что Онлайн Обучение Состоит Из Нескольких Базовых Пунктов Один из этих Пунктов Это Производство Контента Второй Пункт Это Собственно Сама Коммуникация С преподавателями Ну и Где-то Там В Бэкграунде Остаются Еще Разные Моменты Связанные С Подготовкой Организацией Обучения И так далее Ну вот Собственно Два Базовых Кита Это Конечно Контент И онлайн Коммуникации Но Конечно В связи С переходом С онлайн 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 Коммуникации Не могли Не выйти На первый План По крайней мере На первой На первой Стадии Освоения Онлайна Преподавателями Почему Это так Произошло Ну Дело в том Что контент Плохо или хорошо Все мы Можем Какой-то Приготовить Конечно Если Мы специально Не готовим Его для Онлайна Этот контент Будет Этот контент Будет Скорее Плох Чем Хорош Но Это Вторая Большая Проблема О контенте Мы тоже Поговорим Но Наибольшим Шоком Конечно Для всех Тех Кто В онлайне Не участвовал Были Именно Онлайн Коммуникации И тут Сразу Возникла Проблема А что Выбрать А как Коммуницировать Выбрать Системы С Асинхронным Изучением Курса Если Выбрать Синхронные Системы То Выбирать Ли Вебинары Или Видеоконференц Связь Какую Выбрать Систему Вебинарную Систему Или Систему Видеоконференц Связи Ну вот Только Первое Что приходит В голову Что Сразу Выдвинулось Вперед Это Zoom Teams Skype С которым Были уже Все связаны Давно И который На малых Группах Себя Хорошо Показывает Дискорд Который Любят Детишки Наши YouTube На котором Тоже Можно Делать Трансляции Ну или Что-то Другое Опять же Когда Надо Выбирать А когда Вебинар А когда Видеоконференц Связь Вот мы Сейчас С вами Находимся В вебинарной Системе Почему 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 Не в Zoom Например Ну Вебинарная Система От Видеоконференц Связи Как правило Отличается Небольшими Нюансами Эти нюансы Связаны С тем Что Вебинар По умолчанию Асинхронная Система Когда Спикер И администратор Обладают Несколько Большими Коммуникационными Возможностями Чем Все остальные Конечно Коммуникационные Возможности Остальных Тоже Можно Повышать Но По умолчанию Это Асинхронная Система Видеоконференц Связь Наоборот Это Система В которой По умолчанию Все находятся Все находятся В Состоянии Все находятся Способами Там можно Сделать Выход В Систему Как Вранжированную Систему А вот Что выбрать Вот мы Например Сейчас находимся В Вебинарной Системе Потому что У нас Достаточно Много Народа На Вебинары Директ Академии Ходит 100 200 300 Человек Поэтому Использовать Видеоконференц Связь Не очень Разумно На группах 10 человек 20 И даже 30 Видеоконференц Связь Очень хорошо Себя Показывает Поэтому Стоит Выбирать Наверное Ее Ну и Конечно Особенности Онлайн Общения Для преподавателей И учеников Отличаются Для Преподавателей Компания Это вопрос Вовлечения Учеников В процесс Кроме всех Прочих Вопросов Которые И раньше Стояли Перед ними Онлайне Для учеников Это прежде всего Шок Потому что Тоже все По-новому Во-первых Они всегда На виду Не спрячутся На задней парте Во-вторых Надо постоянно Проявлять Какую-то Онлайн Активность Которую Раньше Не надо было Делать В общем Это тоже шок Но для них Это немножко Другой шок Они Собственно Учеников Много И они Находят Способы Из этого Шока Каким-то Образом Выбраться Но для Преподавателей Это Онлайн Коммуникации В общем-то Были Большим Наверное Шоком Чем То что Чем Все остальное Связанное С онлайн Обучением Кто Кто хочет У нас В Директ Академии Прошли Несколько Вебинаров Записи Я Предлагаю Вот Одна Запись И Другая Запись Провел Это Виталий Цигельный И был Еще Третий Вебинар Сейчас Я его Здесь Обозначать Не буду Можете Поискать По нашим Записям Они Легко Находятся По его Фамилии Лично Мой Опыт Я Пробовал Работать И в Зуме И в Тимсе И в Вебинарных Системах Ну и могу Только повторить На больших Группах Выбирайте Вебинары На малых Группах Выбирайте Какую-то Видеоконференц Связь Видимо Лучше Все-таки Зум Как Систему Наиболее Популярную И не скажу Что продвинутую Но Наиболее Наиболее Все-таки Привычную Для всех Дальше Следующий Тренд Быстрее Лучше И дешевле Те, кто Наверное Уже вышел На Рынок Онлайн Обучения Видят Следующие Следующие Тренды Конкуренция Растет Средний Чек Падает То есть Количество Онлайн Школ В этом Году Если не Изменяет Память Выросло В разы Вот То есть Все новые И новые Акторы Выходят На этот Рынок При этом Краткосрочная Платежеспособность Учащихся Падает Что делать В этом Ну Правда Есть Да Есть Некий Бонус Связанный С тем Что Общий Размер Рынка Конечно Тоже Очень Сильно Растет Поэтому Это Как-то Поддерживает Нас При этом Растет Запрос На Качество То есть Люди Которые Которые Вышли Вонлайн Вышли Вонлайн Только Что Они Разумеется Уже Давно Находятся Вонлайне Не в режиме Обучения А в Каком-то Другом Они Ходят По Соцсетям Ходят По Разным Сайтам Другим Где есть Качественный Контент Потребляют Его Например В Ютьюбе И так Далее И так Далее И они Понимают Что Вот оно Качество Нажал на Кнопку Сразу Результат Почти Без Задержек Интерфейс Понятен И так Далее И если Мы приходим На этот Рынок Со своим Продуктом Который Сделан Разумеется За гораздо Меньшие Ресурсы Деньги Время И так Далее Оно Не всегда Может быть Таким Качественным Но При этом Мы сразу Получаем Отрицательные Эмоции Со стороны Тех Кто Потребляет Этот Контент Потому что Они Привыкли К тому Что Контент Во-первых Бесплатный А во-вторых Он Качественный Всем Все Надо Уже Вчера И прямо Сейчас То есть В результатах По результату Прошлого Года Онлайн Начался Неожиданно Поэтому Нет Времени Полгода Делать Курс Надо Запускаться Прямо Сейчас Так Как Есть Это Конечно Тоже Большой Шок Для Тех Кто Занимается Онлайн Ну И Как В этом Случае Быть Путь Как Всегда Проходит Через Автоматизацию Через То Что Мы Называем Быстрым Контентом То есть Способом Быстрого Производства Контента Качественного Контента Ну И Через Шаблонизацию То есть Через Использование Готовых Шаблонов Которые Произвели Для вас Люди Знающие Дизайнеры Программисты И так далее И вам надо Туда только Подставить Свой Собственный Контент Ну И тогда Поговорим Об автоматизации И интеграции Чем Это делать Как Почему Есть Несколько Возможностей В Обучении Особенно Это важно Конечно Для тех Кто Хочет Выходить На Образовательный Рынок Самостоятельно Потому Что В этот Момент Он Как раз И понимает Что Учебно-методическое Управление Чем-то Занималось А не Просто перекладывало Бумажки Что Те люди Которые Обеспечивали Учебный Процесс Приемная Комиссия И так далее Они все Были Нужны Да Теперь Все это Вы Вы Занимаетесь Финансами Вы Занимаетесь Маркетингом Вы Привлекаете Учеников И так далее И оказывается Что В Обучении Очень много Бизнес-процессов Которые Вам надо Освоить Много Процессов Значит Много Ошибок А Много Ошибок Это значит Некачественный Продукт Не только На Конечной Стадии Ну и На всех Промежуточных Тоже И так Мы получаем Что самостоятельность Это тоже Вызов Вот еще И в этом Смысле И что Нам может В этом Смысле Помочь Те Тенденции Которые Мы сейчас Наблюдаем Это Автоматизация Хоть Какая-нибудь Самая Простейшая Это Автоматизация Которую Я называю На коленке То что Может Сделать Практически Каждый Преподаватель С Использованием Простейших Инструментов Таких Как Google Doc Или там Google Таблицы Excel И так далее Это не такие Простые инструменты Если их Использовать С умом То можно Сделать Большое Количество Автоматизаций Дальше Использовать Интеграцию Инструментов Современные Инструменты Могут В каком-то Смысле Использовать Друг Друга То есть Не просто Выполнять Какую-то Функцию И на этом Останавливаться А формировать Свой продукт В форме Которая Позволяет Связать Этот продукт Напрямую Автоматически Связать Этот продукт С каким-то Другим Продуктом Который Вы Используете Ну и Наконец Как Конечный Венец Над этим Это такая Концепция Но-код Которая Появилась Не в этом Году Не в прошлом Году Но В прошлом Году Получило Сильное Развитие Это как раз Развитие Это Концепция Программирования Без программирования Давайте Это все На нескольких Примерах Рассмотрим Ну первое Конечно Автоматизация На коленке У вас есть Много видов Ну например Много видов Контента Я не буду говорить Чисто про бизнес Процессы Хотя бы Контента Некие рабочие Файлы В которых Вы Формулируете Например Свои программы У вас есть Финансовые документы У вас есть Просто документы Которые Являются Ну договоры Там и так далее У нас есть ЛМС В котором вы должны Например Разместить Свой контент У вас есть Маркетинговые Материалы Есть Рассылки Есть Соцсети В которых Вы Каким-то образом Размещаете Ваши документы Ваши материалы И тут Вы можете Заметить Что Многие Тексты Они у вас Из одного Документа В другой Каким-то образом Мигрируют И Не имеет Смысл Готовить Все эти Документы Готовить Все эти документы Отдельно Друг От друга Имеет Смысл Как-то Все это Объединить Чтобы Некоторые Документы Возможно Бы создавались Автоматически На основе Некоторых Элементарных Блоков Вот Например Если у вас Есть Описание Вебинара Это Описание Вебинара Может пойти В вебинарную Систему В рассылку В маркетинговый Материал В соцсеть Ну Еще Куда То Поэтому Это Базовое Описание Название Описание Автор Еще Какие-то Параметры Их Можно Поместить В табличку И потом В табличке Методом Слияния Разных Текстов Создавать Тексты Для Разных Разных Целей Это Вот Это то Что я называю Например Автоматизацией На коленке Что позволяет Нам Экономить Не только Экономить Время А Время Экономится Достаточно Серьезно До 3-4-5 Раз Например Да Но И Обеспечивать Качество Потому что Каждый раз Когда вы Набираете Текст И даже Каждый раз Когда вы Делаете Копи-пейст У вас Могут Возникнуть Ошибки И Основа Безошибочного Контента Это Всегда Создавать Контент На основе Проверенных Блоков Если вы Один раз Проверили Блоки Текста А потом Их только Компонуете То Ошибка Может Возникнуть Либо В исходных Текстах Но это Легко Проконтролировать Либо В тех Операциях Которые Вы один раз Отладили И дальше Они уже Работают Работают И работают Вот Поэтому Не гнушайтесь Вот этой Автоматизацией На коленке При помощи Разных Табличек Ну вот Какая еще Бывает Автоматизация При помощи Google Таблиц Вот Пример Таких Примеров Очень много Пример Как бесплатно Автоматизировать Создание Дипломов При помощи Google Таблиц По ссылочке Можете Почитать Этот текст Вот Это Вот Пример Такой Автоматизации На коленке Интеграция Инструментов Хорошие Современные Онлайн Инструменты Позволяют Интегрироваться С большим Количеством Других Инструментов И Один из Таких Примеров Вот Например Я тут Привожу Кусочек Несколько Скриншотов Из Тильды В Тильде Это Инструмент Для создания Контента В ней Есть формы Которые Можно заполнить Разумеется С этих форм Вы можете Получить Результат Например Себе На почту В Google Табличку И так далее Но есть Масса Других Приемов Масса Других Инструментов На которые Тильда Может послать Данные Этой Формы Ну Например Прямо В Какое-то CRM Прямо На Инструмент Рассылок Такое Как SendPulse Unisender И так далее То есть Вы получаете Некий Автоматический Процесс Который Вы Один раз Настроили И Дальше Это Дальше Это все Уже Работает Само собой Ну конечно Само собой Тоже не всегда Работают Иногда Надо И алгоритмы Менять Иногда Что-то Там По-другому Но Как только Вы Сталкиваетесь С массой Массой Бизнес Процессов Которые Надо Выполнять Допустим Ваши Ученики Стали Поступать На вход С некой Большой Периодичностью Пока Их было 2-3 Можно было Вручную 20-30 Уже Сложнее 100 Уже Вы Закопались В документах Все Пришло Время Заниматься Какой-то Автоматизацией Вот Опять же Пока у вас Один курс Это хорошо Когда у вас 20 курсов Уже без Автоматизации Даже Хотя бы Простейший Не обойтись Другой Пример Интеграции Инструментов Это Microsoft Teams Вот В Microsoft Teams Можно Подключить Разные Разные Дополнительные Приложения Это называется Вот Конечно По-разному Они интегрируются Некоторые Интегрируются Так Для Проформы Только Но В принципе Тут есть Масса Полезных Вещей Microsoft Teams Это Конечно Не только Средство Для онлайн Общения Это И Достаточно Крутая Система Для обучения Я не рискну Назвать LMS Наверное Это что-то Такое Некий Комплексный Инструмент Для обучения Вот И вот Такие Возможности Здесь тоже Есть По Автоматизации Которые Могут Помочь Ну И Наконец Я вам Советую прочесть Вот эту статью В блоге В Астрика Единственное Хочу Вас Предупредить Блог Есть Блог Там В общем Статья написана Свободным Языком Я бы даже сказал Слишком Свободным Там Есть Некорректные Высказывания Но в целом Очень умная Статья По Использованию Концепции Но Код Концепция Но Код Это Как раз Про Автоматизацию Когда У вас Есть Три Четыре Пять Или Десять Базовых Приложений С которыми Вы работаете И Между ними Надо Наладить Мостики То есть Если Какая-то Крупная Организация Может Просто Нанять Программистов Которые Между Этими Системами Построят Интеграцию Да И Это Будет Глобальная Интегрированная Система Которая Будет Выполнять Именно То Что Этому Предприятию Надо То У вас На это Нет Ни денег Ни Времени Но Вы Можете Воспользоваться Некоторыми Дополнительными Возможностями По Программированию Без Программирования Отсюда И название Но Кода Нет Все Делается Мышкой Вот И есть Специальные Специальные Приложения Которые Осуществляют Скажем Так Берут На вход Много Разных Приложений И Посылают Это На выход Тоже Очень Многим Сотням Разных Приложений Одно Из Таких Приложений Онлайн Сервисов Называется Запир Все Это Конечно Надо Изучать И Как Справедливо Вострик Говорит Это Тоже Не Для Всех Это Скажем Если Программированием Занимается Один Процент Населения То Это Плюс Еще Один Процент Населения Который Может Формулировать Задачи Алгоритмические Но Не Может Программировать Как Как Таковой Но Тем Не Менее Посмотрите Может быть Заинтересует Потому Что Это Более Продвинутый Подход К Автоматизации Который Можно Предложить Людям Вышедшим В онлайн Обучение Ну И Разумеется Следующий Следующий Момент Следующий Тренд Это Использование Шаблонов Использование Шаблонов Везде Это Касается В основном Конечно Контента Но Не Только Шаблон Это Заранее Подготовленный Мета Контент В который Вам Достаточно Вставить Только Свои Собственные Что-то Своё Собственное Перед тем Как Перейти Собственно К этому Пункту Я хотел бы Пару слов Сказать О курсе Который Буду Вести 9 февраля Начну вести 9 февраля Уже Шестой Раз Мы С компанией Ракурс Запускаем Курс Профессиональная Разработка Электронного Учебного Контента Будет 12 Вебинаров Курс Будет Проходить С начала Февраля По 18 марта И Кстати Вот эта Концепция Шаблонов На этом На этом Курсе Будет Рассмотрено Достаточно Подробно Это Один из Трендов Этого Курса Подробнее Говорить Не буду На Пропаганду Себя Не буду Тратить Много Времени Вот хочу Только Отметить Что Вот По Этим Ссылкам Вы можете Перейти Посмотреть Программу Курса Записаться На Курс Ну Или Задать Вопрос Задать Вопрос Автору Итак Вернемся Шаблоны Шаблоны Поговорим Немножко О шаблонах Сейчас Масса Разных Онлайн Сервисов И приложений И используют Шаблоны Но Вот Наверное Таким Одним Из самых Последовательных Подходов По Модульной Сборке Проектов Является Онлайн Сервис Который Называется Tilda Publishing Tilda Стала Популярной Достаточно Сильно В последнее Время Ей Всего Наверное Шесть Или Семь Лет Вот Смысл Этого Онлайн Сервиса Состоит В том Что Вы Берете Некоторое Количество Блоков В запасе В вашей Библиотеке Есть около 500 Если не больше Блоков Контента Это Мета Контент И в эти блоки Вы должны Запихать Свой Контент Блоки Выполнены Профессионалами Профессиональными Дизайнерами Профессиональными Программистами То есть Там есть Интерактивность В них Есть Правильная Верстка Правильное Размещение Иллюстрация Относительно Текста Ну и Много Возможностей Слайдеры Показ Видео Совмещение Того и Другого Всплывающие Окна Разные Интерактивности И Разные Виды Верстки Все это Вот в этих Блоках Присутствует Ну и Разумеется Ну вы Конечно Разумеется Из блоков Тоже можете Построить Какую-то Беспорядочную Страничку Но это Все-таки Гораздо Труднее Нежели Если бы Вы Открыли Какой-нибудь HTML Редактор И начинали В нем Что-то Делать Самостоятельно То есть Есть Некотая Разница Между Построением Дома С нуля Из кирпича И При помощи Мастерка И бетона И Если у вас Есть готовые Блоки Из этих Блоков Надо по Типовому Проекту Построить Построить Дом Все-таки Второе Гораздо Технологичнее И Содержит Себе Уже Готовые Решения Которые Сделаны На Домостроительном Комбинате Качественно Не под Открытым Небом В нормальных Условиях И так далее И так далее Вот Разумеется Не только Тильда Этим занимается Сейчас очень много Разных вариантов Вот второй Прекрасный Пример Который Я хотел бы Привести Я еще поговорю В другом Разделе Об этом Это Сервис Флоу Риш Сервис От Гугла Ну точнее Гугл в свое Время Его Приобрел Это Сервис Для Сервис Для создания Визуализации Инфографики На основе данных И сервис Я бы сказал Что он очень глубоко Использует Вот этот подход С шаблонами Глубокая шаблонизация Я бы так это назвал Ну что значит Глубокая Это означает Что шаблоны Очень хорошо Продуманы В них есть Не два Не три Не пять А десятки Параметров При помощи которых Можно их Изменять И Настраивать Вот И То что Они работают Практически везде Потом этот результат Можно ставить Куда угодно Флоу Риш Бесплатный Сервис Точнее Там есть Платный План Но он только для того Чтобы Только для того Чтобы Избавиться От необходимости Публиковать Свои данные Бесплатно То есть Если вы используете Его бесплатно То и Все что вы производите Должно Обязательно быть В свободном доступе Вот Чтобы от этого Избавиться Вы можете заплатить Денежку Компании Гугл Ну вот Это одна Из Визуализаций По поводу Флориш Можно там делать Несколько вебинаров Поэтому буду Отдельно Да Ну и справа Вот видите Тут Как раз Система настроек Вот Каждая серая полоса Она содержит В себе Еще примерно Десяток настроек Вот можете Посмотреть Вот даже такая Достаточно простая Инфографика Содержит в себе Ну как минимум Там сотню Разных Настроек И можно Под себя Ее подстроить Очень хорошо Шаблоны Применяются Конечно Не только И не только В новых сервисах Есть вот Достаточно Хороший Старый сервис Для создания Облака слов Это очень эффектная Вещь в онлайн Обучении Когда мы На основе Частотности Например На основе Частотности Создаем Вот такой Вот конструкт С одной стороны Являющийся Эстетическим С другой стороны Состоящий Из конкретных Слов Вот При нажатии На каждое Слово Что-то Может происходить Например Переход К словарной Статье Или что-то Еще Поиск В гугле Например По этому Слову Там И так далее В общем Достаточно Интересная Вещь Ну и тут Разумеется Тоже И тут Тоже Конечно Применяются Шаблоны Вот в частности Можно выбрать Такие Яблочко Вот Можно и свой Какой-то Загрузить Изображение И на его Основе Это сделать Вот Ну и Вот Еще один Пример Применения Шаблонов Я встретил Тут Недавно Один из Сайтов Посвящен К сожалению Это только По узкой Теме По биологии Сайт Который Разместил У себя Некоторое Количество Excel Файлов Но В этих Excel Файлах Есть Отдельные Элементики Из которых Вы можете Собирать То, что Вы хотите Сказать Вот Например Здесь Это такие PNG Файлы Обтравленные Хорошо Обтравленные Файлы Здесь я Постараюсь Что-то Начертить Вам Сейчас Так Где тут У нас Элементы Рисования Вот смотрите Вот все Вот эти Вот элементики Они существуют Отдельно Как Как Шаблончики Вы можете Их переносить На отдельные Вот где тут Метахондрии Вот например Ядро клетки Да Если кто-то Не понял Это клетка В разрезе Ну Ну и так далее И можете Из них Формировать Любые Свои Изображения Которые Уже Являются Такими Достаточно Продвинутыми Это еще Один подход И вот у них Там есть несколько Таких Не только По клетке Есть по-моему По вирусам По физиологии Человека И прочее И прочее Вот это То есть Вы скачиваете Вот такие вот Шаблоны Они бесплатные Кстати Вот И После этого Происходит Вы начинаете Из этих Кусочков Создавать Свою собственную Картинку Это гораздо проще Чем ее Рисовать Особенно Конечно Это интересно Для тех Кто делает Научные Работы И Эти картинки Потом можно На конференциях Использовать И где-то еще Так Продолжим Конечно Шаблоны Мы можем встретить Еще в каких-то местах В частности При производстве Онлайн-контента В виде Видеоконтента Нам Всегда хочется В свой Ролик Вначале Вставить Какой-то Интро То есть Входящий ролик Входящий ролик Должен быть красивым Это вот Единственное место Где важно Не То, как вы умеете Объяснять А то, как Красиво Вы покажете И есть Места Где это можно Сделать красиво Ну В продвинутых Программах Видеомонтажа Это часто Встроено В саму программу Такие шаблончики В чем состоят Эти шаблончики Есть какой-то Преднастроенная Анимация Куда вы можете Вставить Свою Фразу Свои Изображения Несколько фраз Несколько изображений А все остальное Вся логика Движения Она уже В этом шаблоне Зарыта Но можно Так же И Можно так же И Найти это В сети В открытом доступе Вот, например Интернет-сервис Который называется Flixpress Там есть 15 свободных Шаблонов Для Изготовления Таких Вот Интрос Вот Достаточно Интересные Освоить этот Сервис Можно Ну За пару часов Может быть У меня Есть На моем Канале Учебный ролик Как это сделать Ну При помощи него Вообще За полчаса Можно это Освоить Все Вот Очень просто И очень Очень красиво Визуализация Визуализация Опять же Курс на визуализацию Он Конечно Не нов То есть Это Точно Не последний год Но Последний год Его Обострил Почему Визуализация Обострена Потому что Все Перешли В онлайн А в онлайне Хочется Все глазами Посмотреть То есть Если вы Находитесь В оффлайне У вас Может быть Плакаты Какие-то У вас Масса Всего Вы можете Что-то Руками Продемонстрировать Там Еще что-то Показать Указкой На что-то Масса Способов Визуализации Без визуализации То в онлайне Вы немножко Ограничены Поэтому Вам Очень Очень хочется Ваш контент Сделать визуальным Изначально Ну вот По поводу Визуализации Конечно Есть масса Всяких Инструментов И Уже Упомянутый Мною Флоуриш Пожалуй В последнее время Является Одним Из лидеров Потому что Это действительно Качественная Визуализация Это Визуализация Реально Интерактивная И Это Визуализация Динамическая При помощи Этого инструмента Можно делать Всякие Динамические Вещи Которые Ведут себя Как Мини-мультики Ну Наверное Многие Из вас Встречали Вот такие Вот Диаграммы Которые Оформлены Либо В виде Видео Либо В виде Интерактива Когда Некоторые Вот такие Прямоугольнички Или бары Да Начинают Соревноваться Друг с другом В течение Времени Например В течение Годов Что-то Происходит Вот здесь Какие-то Индексы Цен Меняются И Одна страна Обгоняет Другую Потом Наоборот И так далее Очень визуально Все Очень красиво И все это Делается При помощи Флоуриша Флоуриш Конечно Не так Просто Освоить Но Вам понадобится Наверное День На то Чтобы Врубиться В То Как это Работает Но Потом Вы будете Вознаграждены Этим Потому что Вы сможете Делать Ну Блестящую Просто На основе Своих данных Блестящую Инфографику Правда Сразу Открывается Другая Другой Недостаток О том Что Визуализировать Вы умеете А с данными Еще работать Не очень Потому что Чтобы Получилось Красиво Надо сначала Подготовить Правильные данные И это уже Следующий момент Который Тоже Нас Немножко Подкашивает Не Не каждый Из нас Это может Сделаться Кстати Вот на своем Курсе Я расширил Была Одна тема Посвященная Флоуриш В этом году Будет Две темы Потому что Ну Этот Сервис Стоит Того Ко всему Впрочем Он еще И бесплатный Так что Вот Есть Все необходимое Для того Чтобы это Делать Многое Происходит И на Известных Платформах Многие Улучшения Ну Например Вот Для улучшения Всяких Визуальных Вещей YouTube Например Это касается Как раз Учебного Контента Очень важно Google добавил Поиск По ключевым Моментам И сами Ключевые Моменты Ключевые Моменты Это Я вижу Что В Вопросах Скопилось Некоторое Количество Вопросов Я постараюсь Ответить Потом Чтобы Динамично Провести Все-таки Вебинар Относительно Появились Ключевые Моменты Раньше Раньше Это была Просто Возможность В описании К ролику Привести Время Ну то есть Некоторое Оглавление Кликабельное По которому Появляются Определенные Моменты Теперь Такое Оглавление Оформляется Автоматически Оформляется В виде Ключевых Моментов Они Отдельно В интерфейсе Отмечаются Отдельными Такими Плашками По ним Удобно Переходить От одного К другому В общем Стало Это все Визуально Гораздо Более Визуально Но Почему Это важно Для Учебного Видео Да Ну потому Что Как раз Оглавление Роликов Если Это Ролик Скажем Длиннее Чем 3-4 Минуты То Для него Если он Учебный Очень важно Иметь Оглавление Вот И В этом Смысле Это Как раз Для нас Большое Подспорье Мы Все Вдруг Стали Понимать Что Медийные Приемы Которые Раньше Использовали Только Профессионалы Они Теперь И нам Тоже Нужны Они Нужны Нам Когда Мы Делаем Видеоролики Они Нужны Нам И Когда Мы Ведем Вебинары Когда Ну И Вообще Почти Всегда То есть Когда Мы Выходим В онлайн Мы Должны Вот Это Теперь Понимать То Что Когда Нужно Было Единицам Теперь Нужно Всем Я Вам Очень Рекомендую Просмотр Вот Наверное Уже Полтора Года назад Андрей Скворцов Директор Компании Меркатор Это Крупная Компания Которая Занимается Роликами В том числе И обучающими Роликами Ну Как Правило Для Крупных Компаний За Большие Деньги Час Двадцать По-моему Этот ролик Это Видеолекция Длится Но Вы Посмотрите На Одном На Одном Дыхании Знаете Я Когда Первый Раз Начал Смотреть Я Думал Ну Что Это Может Дать Нам Понятно Что Человек Который Делает Ролики За Много Миллионов Рублей Он У него Свои Приемы Они Нам Непригодны А Вот Ничего Подобного На самом Принкаст Простой На Своем Компьютере Самыми Простыми Средствами Потому Что Там Некоторые Логические Вещи Которые Очень Важны Кстати Среди Файлов Которые Я Вам Сегодня Предоставил Есть Презентация С Вот Этого Вот К Вот Этому Вот К Этой Видеолекции Я Попросил И Андрей Скворцов Спасибо Ему Предоставил Эту Презентацию Для Распространения Можете Ее Использовать Со Ссылкой На Него Конечно Но Я Хотел Отметить Что Сама По Себе Презентация Без Просмотра Этого Видео Она Вам Мало Что Даст Ну Вот Несколько Кадриков Из Этой Презентации Вот Такая Фраза Сергея Инзенштейна Которая Теперь Для Нас Для Всех Практически Важна Моим Художественным Принципом Остается Не интуитивного Творчества А рациональное Построение Воздействующих Элементов Ну и Про то Что Надо заранее Строить Воздействующие Элементы В онлайн Обучении Это Это Очень важно Ну и То о чем Говорил Андрей Это Про Драматургию Учебного Ролика Про Управление Вниманием Про Ритм и Темп Ну вот Например Про ритм и Темп Я Чуть-чуть Пару слов Скажу Если Делаете Свой Учебный Ролик Пожалуйста Делайте Его Темпированным И Всегда Поступайте Так Изменение Объяснение Изменение Объяснение Изменение Объяснение Никогда Не делайте Одновременно Изменение Чтобы Какие-то Что-то Происходило У вас На экране И в этот же Момент Чтобы было Какое-то Объяснение Делайте Это Последовательно Ну и так далее Итак Смотрите Этот ролик Как-нибудь Устройтесь На диване Вечером Посмотрите Это будет Просто удовольствие Контент Взаимодействие Ну это все Очень просто Контент Есть контент Да Вроде бы Отдельно Он Отчужден Он для всех То есть он Публикуется Взаимодействие Происходит Между мной И вами Ну у вас В настоящий момент Тоже достаточно много Но тем не менее Вот например В чате Мы можем Общаться С кем-то Конкретно Я пишу Помещаю Помещаю И видео Никуда не делось объяснение. Но в онлайне, опять же, это все сложнее, потому что трудно ученику вас поймать, схватить за рукав и сказать, а я не понял, ну вот это вы объясните, пожалуйста. Он, конечно, может это в чате где-то у вас найти, но вы можете от него отбрекаться. Это не как на переменке. Вот поэтому лучше объяснять сразу так, чтобы было понятно. И в этом смысле я вам очень советую почитать вот эту вот книжку Лили Февра, которая называется «Искусство объяснять». Лили Февр – это основатель компании, которая производит учебные ролики, очень простые учебные ролики для массовой аудитории. И у него есть эту книжку, вы проглотите за вечер или за два, и она будет вам очень полезна. Ее можно приобрести на Озоне, например, вот снизу, ну или в любом другом месте, или как-то достать. Вот. У него есть несколько базовых тезисов, пару из которых я сейчас воспроизведу. Первый тезис – это то, что вся ваша аудитория делится на… ее можно разложить вот такой вот ряд от А до З. Если А – это совсем непонимающие люди, то есть это не значит глупые, да, это значит люди, которые в том предмете, который вы сейчас объясняете, они пока ничего не понимают. И есть Z, которые уже все понимают, может быть, лучше вас, а может быть, те люди, которые… осталось пару нюансов объяснить, все остальное они понимают. Вот. Ну и, разумеется, масса промежуточных значений. Вот. Так вот, это немножко разные аудитории в зависимости от того, в какой они находятся части алфавита. И для тех, кто слева, для них очень важно, если вы начнете свое объяснение с объяснения общих вещей. То есть объясните сначала, что такое лес, и только потом начните объяснять, что такое елка, что такое береза и что такое вес. Вот. Потому что если вы начнете перечислять березу, вяз и елку, не говоря о том, что они все составляют лес, им это будет непонятно. А вот. Для тех, кто находится справа, можно этого не делать, но для этого вы точно должны знать, что они находятся… что вся ваша аудитория находится справа. Если вы начнете это делать, не зная вашей аудитории, то часть народа просто отваливается на самом раннем этапе и не будет вас дальше слушать. Ну и вторая, связанная с этим же модель. Тем, кто находится слева на этой шкале, им обязательно вначале надо объяснить, зачем. Прежде чем начать объяснять, как. То есть если вы начинаете объяснять, как, а они не понимают, зачем им это надо. Ну, зачем даже не в глубоком каком-то там философском смысле, да, чтобы стать умным или чтобы там… Ну, или даже там в приземленном, чтобы сдать зачет. А зачем мне эта тема в контексте нашего курса? То есть чему она служит вот здесь и сейчас? Поэтому потратьте пару минут для того, чтобы объяснить, зачем им все это надо. И я вас уверяю, что те, кто находится справа, они потерпят эти две минуты, а потом вы приступите как. Вот. Ну и потом приступайте как. Конечно, если перед вами там пять человек, и вы точно знаете, что это люди, которым не надо объяснять зачем, можете сразу приступать как. Но если у вас ролик или урок, который посвящен… с которым вы входите к неопределенной аудитории, то обязательно вот начинайте с зачем. Эти и другие приемы вот в этой книжке вы можете почерпнуть, очень вам ее советую. Ну и еще одно, это еще тоже по поводу того, как важно объяснение. Ну, это уже скорее в таком методологическом плане. Просто некоторые люди, даже из тех, кто занимается образованием, считают, что надо просто переложить некий контент, некую информацию из своей головы в голову ученика. А вот этот скетч я почерпнул… сейчас я назову этого человека, здесь я забыл указать. Олег Кимаев из Смыслотеки нарисовал такой скетч. И он очень… я его очень одобряю, потому что я… ну, я не умею рисовать, но я знаю, что это на самом деле работает так. Во-первых, есть какая-то идея, ну, там, можно сказать, даже платоновская идея. Здесь это написано словом «смысл». Он, ну, в некотором смысле объективен, в некотором, не будем говорить. В этом своем объективном смысле он ни в одну голову не лезет. Вот. Для этого его сначала преподаватель помещает в свою голову, долго обучаясь сам, и делает его частью своей картины мира. Вот. Дальше ему этот смысл надо передать ученику. Но у ученика совсем другая картина мира, и этот смысл, уже подрихтованный под голову учителя, не лезет в голову ученика. Поэтому, если вы считаете, что вот это информация, то вы никогда это ученику не доведете. Ученик требует упаковки, то есть надо, чтобы в его картину мира это все вошло. Поэтому объяснение это и есть эта упаковка. То есть вы должны изъять этот смысл из своей головы, понять, что этот смысл под вашу картину мира был создан, а не сам по себе. Это вы не истину изрекаете. Вы извлекаете некоторый смысл, который уже в вашей картине мира. И подготовить его для вставки в картину мира вашего ученика. Это все непросто. И если вы с этой стороны смотрите на объяснение, то это вам может помочь и объяснять тоже. Объемы, размеры, разрешения. Ну, вроде бы все нормально, да. Идет, все понятно. Идет у нас беспрерывная информационная революция. Размеры картинок растут. Ну, разве что размеры текста не очень сильно растут, да. Хотя, с другой стороны, через Google нам становятся доступны такие объемы, что не приведи Господь. Иллюстрации становятся огромными, гигапиксельными. Видео становится 4К размером. Видео становится быстрым, то есть 60 и более, может быть, даже кадров в секунду. Оборудование, которое это все поддерживает. Видеоредакторы начинают поддерживать все эти формы контента. Вот. И с этим надо начинать уметь работать каким-то образом. Вот. Потому что в этом будущее. Ну, в частности, моя любимая тема – это иллюстрации сверхвысокого разрешения, гигапиксельные иллюстрации. Ну, вот, например, в прошлом году я залил на Вики-склад 11 иллюстраций Брегеля в гигапиксельном качестве. Вот. Это качество более чем, ну, вот, примерно 40 тысяч на 30 тысяч пикселей. Вот такого объема. Чтобы просто понять, что это такое, это, вот, смотрите, вот картина Брегеля, которая называется «Битва масленицы и поста». Ну, скоро, кстати, будет для нас актуальным по времени, да. И вот маленькие зелененькие квадратики. Видите, вот я выделил одна область и вторая. Это лицо, собственно, персонажа, который олицетворяет масленицу и лицо персонажа, который олицетворяет пост. И вот как они выглядят после увеличения. Вы видите, что, да, в общем-то, нормальное лицо. Тут все можно разглядеть, там, хорошо выписанное, да. А ведь это такой маленький квадратик, да. А теперь сравним гигапиксельное изображение и мегапиксельное изображение. Вот справа изображение той же головы размером 1 мегапиксель, а слева размером 1 гигапиксель. Вот посмотрите, чем это все различается. Работать с такими иллюстрациями, конечно, совершенно надо по-особому. Вот это не иллюстрации, это просто новый вид медиа. И с этим, чем дальше, тем больше мы будем сталкиваться с такими медиа, которые уже для нас являются непривычными. И это, разумеется, тоже тренд, в том числе и последнего года. Ну и последний пункт – это мобилизация, как я тут назвал, ну, то есть мобильный контент. Конечно, по этой теме можно говорить сколько угодно. Я вот не знаю, вы не правы, это ко мне или это кому-то было сказано. Я тут смотрю, развязалась дискуссия, это очень здорово, да. Итак, мобильный контент. Наши дети, конечно, часть нашего контента потребляют не как мы думаем, да, вот. Сидят перед компьютером или перед ноутбуком. А иной раз и по-другому. Иной раз они просто лежат в постели и свой первый урок начинают смотреть с телефона своего, вот, включая или не включая свое видео. Ну и вот тут, конечно, типичный пример, когда онлайн породил такие проблемы, что всех перевели на онлайн, на человек, который живет на селе, у него нет нормального интернета, и он для того, чтобы участвовать в онлайн-уроках, должен залезать на березу с тем, чтобы поймать зум и там поучаствовать в уроке. Вот. Это, конечно, смешной такой пример, но это еще раз о том, что вот, ну, с большим-то компьютером он вообще бы не залез на березу, да, так хотя бы на березе у него ловится. Поэтому, конечно, надо понимать, ну, вот, в частности, здесь часть из вас, которые работают с гаджетом, не могут, например, там, услышать звук или что-то увидеть. Вот это проблема большая. Эту проблему, которая в этом году поднялась в полный рост, и она дальше будет нас, в общем, очень сильно преследовать. Ну, и тут есть, конечно, масса примеров, когда, как мобильные телефоны и другие гаджеты можно использовать для обучения. У нас вот прошел в девятнадцатом году такой вебинар, который назывался «Мобильные приложения в работе педагога». Там было несколько десятков примеров таких гаджетов. Конечно, в последнее время пришел неприятный такой сигнал со стороны государства, которое ввело санпин, запрещающий использование смартфонов для обучения детей. Вот, ну, посмотрим, как это все дальше будет развиваться. На самом деле для детей масса полезного есть в мобильных приложениях и именно в плане обучения. То есть это очень хороший инструмент, при помощи которых детей можно обучать теми приемами, которых нет ни в оффлайне, ни даже в онлайне на большом компьютере. Ну, и вот в конце одно приложение, которое мне очень нравится, например, это Deorecoder, при помощи которого можно делать скринкасты с экрана своего телефона. Очень интересно, очень полезно тоже, я всем рекомендую. Ну, это просто для того, чтобы хоть один дать пример, потому что, конечно, примеров там десятки, если не сотни. На этом у меня, в общем-то, все. Я хочу напомнить, что я всех вас приглашаю вот на этот курс. Я вам разрешу на этот раз в конце дать... Сейчас я отвечу на вопросы, я вижу, что вопросы есть. Татьяна, займись, пожалуйста, пока выдачей сертификатов. Вот, а я дам вот эту ссылочку вам в чат. Может быть, кому-то это будет, придется ко двору. Так, ну вот, собственно, и все. И я отвечаю на ваши вопросы из вкладки «Вопросы». Небольшой вопрос к сертификатам. Давайте чуть-чуть попозже, если можно, их выдадим. Там есть небольшой вопрос к вам. Сразу после проведения вебинара будет доступно... Я ссылку на... Ну, хорошо. ...сюда в выдаче сертификатов, да. А сертификат, коллеги, приношу свои извинения. Чуть-чуть попозже, сразу после окончания вебинара, есть один момент, который нужно будет уточнить. Поэтому ссылку на страницу я вам дам, но зайдите на нее минут через 10 после окончания вебинара, чтобы уже точно все было. Договорились? Все, хорошо. Все, я тогда отключаюсь пока. Да, я отвечаю. Это, наверное, мне был вопрос. Анна задает... ...полезен бизнес-тренеру. Все, у меня на этом курсе бывали бизнес-тренеры. Все зависит от того, что... Насколько ваши бизнес-тренинги завязаны на электронный контент. Если вы хотите быть... Чтобы там было много интерактивного электронного контента, то, пожалуй, будет интересен. Если нет, то... То, может быть, и нет. Не знаю. Надо решать. Можем поговорить, я отвечу на более конкретные вопросы, тогда по бизнес-тренингу. Обучение детей и взрослых отличается? Точно. Отличается. Ну, собственно, есть педагогика, есть андрогогика, есть даже геронтогогика для обучения людей преклонного возраста. Мой курс не для детей. Мой курс для коллег-педагогов. Ну, а в нем, конечно, даются приемы, которые можно использовать и для обучения детей, и для обучения взрослых. Да, ну, следующие тоже самое примерно. Сколько стоит тильда? Тильду можно попробовать в бесплатном режиме, но, конечно, вся прелесть ее открывается в режиме бизнес или хотя бы в режиме персонал. Персонал стоит 6 тысяч в год, а бизнес стоит 12 тысяч рублей, российских рублей в год. Это ответ Юрию Пахомову. Нет, Анне снова отвечаю. Этот курс не направлен на разработку курса для детей, он более общий характер носит. Вот, ну, и учителя у меня тоже там учились на этом курсе. Юрий Пахомов. О, Скворцов лет 10 назад искал и переписывался с ним, но не соблазнил своей задумкой. Ну, да, в общем, Скворцов пришел, насколько я понимаю, из телевидения в этот бизнес, но они очень неплохие делают ролики в последнее время. И самое главное, он что-то понял. Он что-то понял не как телеведущий, а как объяснять. И вот именно это в его ролике для нас полезно. Аркадий пишет, когда вы отклоняете голову, меняется яркость освещения. Ну-ка, давайте. Да, есть такой момент. Это не яркость освещения меняется. Эта камера слишком умная, и она перенастраивает экспозицию свою. Передо мной сейчас находится наверху достаточно мощный источник распределенный, панель световая. Как вы видите, я это делаю для того, чтобы сзади меня ничего не было. У меня сзади черный экран, я один одет во все белое, и баланс белого поддерживается вот так вот. Камера сама понимает, что вытемнять, что засветлять. Но если чуть-чуть меняется что-то там, то может это и как-то и поменяться. Так что это камера делает. Это не освещение меняется, это камера делает. Олег Гор спрашивает, спасибо, Павел. А можете рекомендовать 4-5 общими требованиями обучения на сегодня и ближайшую перспективу? А, резюмировать 4-5. Ну вот я резюмировал 10, да. Ну, наверное, если выбирать из них 5, это, конечно, коммуникации. Это, конечно, все-таки экономическая ваша самостоятельность. Это тренд, это точно, вот абсолютно за... Я считаю, что за прошлый год многие преподаватели это поняли. Дальше тренд, это, конечно, визуализация. Тренд, это автоматизация. Ну и давайте еще 5-й, это шаблоны. И 6-й, это мобильный контент. Вот если 5-6, то вот так. Так, Мария Решетняк. Коллеги, при регистрации на вебинар в обратно сообщение была указана ссылка вот такая-то. Сегодня... А, нет, это значит, это предыдущее. Мы... Наш сегодняшний вебинар... Наш сегодняшний вебинар, он не типовой. Мы сегодня перешли впервые на новую платформу. Я не знаю, перейдем мы на эту платформу навсегда или нет, но хотели бы, потому что с Мирополисом происходят очень неприятные вещи. Вот, то, что... Та ссылка, о которой вы говорите, это ссылка на мой вебинар, который должен был пройти в той системе. Но мы его в последний момент перенесли в новую систему, постарались пересадить всех людей аккуратненько на новую систему. Ну, кому... С кем это не удалось, ну, первым блинкомом, значит. Можно ли попросить, чтобы подробно... О подробных изменениях все-таки информировать за... А, о подобных изменениях... Это пока не изменения. Это пока проба наша, потому что просто мы за последние 10 дней поняли, что в Мирополисе, к сожалению, находиться в настоящий момент невозможно. Смущает на заставке лейбл ракурс. Ракурс... Прошу прощения, это ракурс остался от... Это мой курс с ракурса. Да, здесь, наверное, вот на последнем кадре он неправильно приведен, но вот здесь бы он был приведен правильно. Курс наш совместно с ракурсом будет проходить. Он будет проходить не в Директ Академии. Такова, к сожалению, моя планита. Да, я на Директ Академии на любимом своем родном проекте не могу собрать людей на этот курс, зато это хорошо делают другие люди. Вот это популярный очень курс. На ракурсе один из самых популярных курсов. Вот в данном случае я там буду как автор курса, а не как организатор и как руководитель Директ Академии. Спасибо, Елена, которая пишет, что думаю записаться. Юрий Пахомов, как законтачить со спикером? Ну, со мной, то есть. Понял, можно двумя словами напомнить об экономическом состоянии. К сожалению, опоздал. Так, ну вот он я. Вот как можно со мной связаться. Очень просто. Давайте я вам напишу. Давайте я напишу в большой чат это все, а не сюда. Моя почта mail.gmail.com Я был, кстати, одним из первых, кто начал использовать Gmail в России 12 или больше лет уже. 14, наверное, лет уже назад. Поэтому у меня еще 6-символьная почта. Да, сертификат участника. Вот это Татьяна объяснит. Сейчас я снова дам ей слово. Ну и давайте, знаете, что в конце я все-таки дам еще ссылку на свой профиль в Фейсбуке. Наверное, он кому-то будет более интересен. Ну, там можно просто сразу в чате будет поговорить. Ну что ж, я прошу прощения. Я не успевал следить за тем, что происходит у нас в чате. Вот были ли там еще какие-то вопросы, которые не были перенесены. Зум на березе – это не смешно. Но это и смешно, и не смешно. Я думаю, что это товарищ, который хорошо понимал, что такое мем. И он этот мем создал. Хотя, конечно, формально в форме жалобы. Но да, он написал ситуацию, которая не очень смешная. Спасибо вам тоже, всем спасибо. Ну, я надеюсь, что остальные... Так, презентацию здесь можно скачать. Я не знаю, Татьяна ее поместила ли в облако или нет. Я ее в облако не помещал. Ее можно скачать прямо отсюда. Не знаю, работает ли это на всех гаджетах или нет, но, в принципе, это должно работать. Ну что ж, все. Я тогда... Вам большое спасибо. Я передаю слово. Вебинар, как всегда, можно будет посмотреть на нашем канале. В YouTube. Кстати, наш канал в YouTube уже приближается к 7000 подписчиков. Тоже подписывайтесь. Вот. Татьяна в самом начале давала ссылку на наш YouTube-канал. Вот. Я думаю, что появится где-то через день-два запись. Где посмотреть про сертификат? Сейчас даю слово Татьяне, и она снова вам расскажет. А я с вами прощаюсь как спикер. До новых встреч в Директ Академии. На какой-нибудь платформе мы с вами встретимся. Надеюсь, что на этой, а может быть, и на какой-то другой. Всего доброго. До новых встреч.